Добрый вечер, доброго дня. У кого день? У кого день? Сегодня Виктор в отъезде попросил занятия провести. Я что-то, что вот это сегодня наступило, прочитал-то у него только сегодня. Хотя у меня до этого просил, но я думал что-то напишет, но в общее написал, а я как-то пропустил, не увидел. Ну ладно, позанимаемся тогда вместе по чтениям сегодня евангельским и апостольским. Давайте помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сыт, и вся исполняя сокровищу благих. И жизнеподателю приди и вселися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Хорошо. Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки и веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, засветится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш на сущий дашь нам днись, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам наши. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, яко Твое из Царствия, силы и славы во веки. Аминь. Господи, благослови и сохрани путешествующего Виктора со своей семьей, и благослови наши занятия по изучению Слова Твого Святого. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь сегодня с нами, яко Ты, доба и благословен во веки. Аминь. Сегодня читаем Евангелие Туан, 3 глава, 13 стих читалось. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Толкование «Не считай меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом, учить, но считай меня шедшим свыше, как Сына, а не от земли сущим. Никто из пророков не восходил на небо, а только я один имею взойти, как и не шел. Так и здесь говорится, что с неба шел Сын Человеческий, потому что Он одно лицо и одна ипоставь. Потом, чтобы ты, услышав шедший, не подумал, что шедший уже находится на небе, говорит, сущий на небесах. «Итак, услышав, что шел, не подумай, что я не нахожусь там, но я и здесь присутствую телесно, и там выседаю с Отцом Пожественным». Видите, как здесь, вот в этих словах, все это скрыто. Ну, не то, что скрыто, то есть открыто, как раз таки наоборот. Господь открывает свою сущность. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, то есть уже, который там был, Сын Человеческий, то есть Он говорит, что Он шел с небес оттуда, никто так не говорил». И потом Он говорит, что Он сущий на небесах, то есть Он шел, и в то же время Он и пребывает сущий, то есть постоянно. На небесах. Вот это самое лучшее свидетельство о том, что это является Он Богом и человеком. Святые отцы ничего от себя не добавили. Церковь, апостолы вообще ничего не добавили от себя здесь, приняли, как написано, как Он им передал непосредственно. И очень опасно всегда от себя что-то добавлять. Из-за этого сколько раз произошло, из-за вот этих добавок всех. А если бы мы принимали именно так, как Он и говорил, ничего не добавляя от себя, тогда бы этого не было. Приходилось Вселенский собор созывать из-за безумства еретиков, которые выдумывали что-то. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 по 15 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Толкование, сказав прежде о возрождении через крещение, говорит потом уже и о благодеянии, совершенном для нас через крест. «Ибо крест и смерть – причина благодати, подаваемая нам через крещение, так как при крещении изображаем смерть Господня. Там подобие змеи, имеющую вид змеи, но не имеющую яда, так и здесь. Господь – человек, но свободный от яда греха, пришедший в подобие плоти греха, то есть в подобие плоти, подлежащей греху, но сам не есть плоть греха. Тогда взирающие избегали телесной смерти, а мы избегаем духовной. Тогда повешенный исцелял от ужаленной змей, а ныне Христос исцеляет язвы от дракона мысленного». Дракон мысленный. Дьявол. «Вознестись, понимая и так, быть прославленным, ибо крест стал поистинной высотой и славой у Христа. В чем он казался осужденным, тем осудил князя мира сего. Объясняю несколько. Адам умер по справедливости, потому что согрешил. Господь умер неподолгу справедливости, потому что не согрешил. До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. А как Господь оказался безгрешным, то дьявол, что мог найти в нем заслужившего смерти? А как он был умершлен, несправедливо, то победил умертвившего его. И таким образом освободил и Адама от смерти справедливо, причиненного ему как согрешившему». Да, вот здесь очень много в этом говорится, в этом месте, очень глубоких вещей. Дьявол назван драконом мысленным. Потому что нас он не излагает всегда только мысленно. На уровне помыслов он нас не излагает. Ничего он не может нам сделать, если мы не примем от него помысл. Он может через других людей действовать. Но так же будет и помыслы свои вкладывать. К примеру, возводит гонения через людей других. А помыслы тебе... Ну, а эти гонения на самом деле никакого вреда-то человеку не приносит, как и говорит Иван Златоуст. То, что говорит. Можно... Христианину можно делать зло, но зло ему никогда никто не сделает. То есть сам человек, который делает зло и дьявол, он только себе этим зло причиняет. Но дракон мысленный, если человек от этих искушений падет, возраптает, он мысленно проиграет этому дракону. Вначале потому, что идет падение мысленное. Ропот и прочие грехи. Поэтому и назван он таким драконом мысленным. Мне кажется, это прям вот суть самого этого явления. Редко об этом сейчас говорят, что это есть дракон мысленный. Действовать через помыслы, через мысли. Вознестись, понимать так, как бы прославленному. То есть вот здесь Моисей возносил, когда кусали змеи, евреев, они все умирали. И тогда Господь повелел сделать змею. И он был вознесен. То есть считается, что на кресте, но об этом не сказано. И все, кто на него вздирал, исцелялись от телесных каких-то болезней. И это как является прообразом того, что Господь Иисус Христос вознесся на своем кресте. И люди исцеляются уже не от телесной смерти, а от духовной. Для сектантов это место ничего не говорит о кресте на самом деле. Ну, потому что здесь не сказано, что крест был. Поэтому к этому прибегать даже не приходится. Вот из опыта Игнатия Тихоновича он говорил, я где-то читал, переслышал, что говорит. Лучше к этому не прибегать к месту, доказывая крест. Но, что это прообразом является креста, здесь это явно четко и сам говорит. То есть вот толкователь примерно. И по-моему даже апостол Павел где-то говорит, насколько я помню. То есть это нельзя отрицать. Жертвенник. Поэтому место есть что-то добавить. Здесь все понятно. Ну вот иные скажут, что, ну вот написано, что не погиб, но имел жизнь вечную. Ну то есть вознесено, то есть уверовать в Христа, и будешь иметь жизнь вечную. Но Писание оно не так устроено. То есть действительно, чтобы встать на путь спасения, для получения жизни вечной, надо уверовать. Вот о чем речь. То есть без этого ты даже не можешь получить этот путь спасения без верования. Но это не значит, что на этом должно все остановиться. Потому что еще существует много заповедей, которые надо исполнить. И по вере это все дается. Евангелие Теоанна, 3 глава, 16-18. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Толкование. Любовь Бога к миру велика, и до того простерла, что Он отдал ни ангела, ни пророка, но Сына Своего, и притом Единородного. Великое и недомыслимое для человека то, что всякий верующий получил два блага. Одно, что не погиб, а другое, что имел жизнь вечную. И притом вечную. Так два пришествия Христова, одно уже бывшее, а другое будущее. То и о первом пришествии говорят, что Сын не послан, чтобы судить мир. Потому что если Он для сего пришел, то все были бы осуждены, так как все согрешили, как и Павел говорит. Но преимущественно для того пришел, чтобы спасти мир. А второе пришествие будет решительница. Решительна для того, чтобы судить всех и воздавать каждого по делам его. Да, вот здесь вот в этих строках сокрыто все Евангелие. То есть можно сказать, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Або всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Много споров происходило и до сих пор происходит, бессмысленных и беспощадных, по поводу того, кому Иисус Христос была принесена жертва. Кому принес жертву Бог. И вот решили там на каком-то там соборе, уже даже Вселенский собор закончить, в Конституционопольском что ли соборе, в 11 веке приняли единогласно, что Святой Троице была принесена жертва. Игнатий Тихонович говорит, что об этом вещах вообще размышлять не надо, поскольку в Библии это не сказано. написано «Жертва Богу». И жертва-то какая? Не такая, а жертва любви. То есть жертва любви Богу. И так мы и должны понимать. А не надо размышлять, кому Отцу принесено или Богу сказано, и размышлять дальше не надо. Кто Бог? Мы знаем, кто Бог, кто является Богом. Тут и размышлять не надо. То есть спорили столетиями между... То есть не могли определить. А тут и размышлять-то не надо. Вообще ничего. Богу. Всем известно, кто Бог. В христианам. Но спорили и спорили. Там были убийства даже на этот счет. То есть были лютые просто споры. О том, что на человеку никак не влияет. Достаточно принять было то, что жертва Богу. Жертва любви. Но тут немножко по-другому пошли. По пути крови. И много крови из-за ненужного абсолютно пролито было. Из-за ненужных вещей. Ни на что не влияющих. Сколько людей потонуло вот в этих глубинах богословия высшего, которое недостижимое. Очень много людей. Просто потонули там. По этому месту есть что добавить? Может что-то кому-то что-то сказать? Это, кстати, самое цитируемое место. Вот насколько я знаю, вот если у кого-то со звезд, там западных, например, посмотреть, которые тебя, себя там баптистами называют эти, и западных, они все все время говорят, вот John 3, 16, John 3, 16, все время. Самое такое известное, популярное место писания, что и обосновано, потому что оно является главным, пожалуй, как ты и сказал. А как переводится вот эта короткая фраза, ты которую сейчас сказал? Дословно-то. Иоанна 3, 16, то есть John 3, 16. Ну, это место писания. То есть это короткая... А, все-все-все, понял. Это просто место писания, да. Ну да. Даже президенты об этом говорят, ну, это... ссылаются на то, что это... говорят, это мое любимое место писания и так далее. Вот. Ну, это для популярности, может, говорят или нет, не знаю. Ну, просто сам факт, что это популярное, самое известное. Это место писания людей вытаскивает, я знаю, из греха, вытаскивает из уныния в уху человека. Но на нем нельзя останавливаться, конечно. То есть это место, которое действительно вытаскивает людей. То есть порой дьявол вносит, особенно человеку грешащему, мысли уныния, что он не может быть спасен на это место. Он читает писание, и у него появляются надежды. На это. Но главное, чтобы на этом надежда не заканчивалась, а начались действия в эту сторону. И много таких мест писаний есть. Меня лично вытаскивали места писания из грехов. То есть меня непосредственно коснулось в жизни место два раза. Вот, сильно, я помню, как мне было. Это первый раз, когда я еще только начинал веровать, я читал, ну, еще не уверовал, я читал местописание, где ушами слышат, уши есть и не слышат, глаза есть и не видят, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И я прямо это почувствовал, как это мне было сказано. Я заплакал, я обратился тогда к Богу. И вот тогда у меня особенный переворот пошел. И было тоже такое, когда у меня в голове буквально, то есть я не читал писание, а буквально вытащило меня из греха, буквально у меня заиграло прям в голове место писания. Не то, что, то есть да, звук я не слышал, но мысленно прям четко. Притом голосом Виталия Редько, как бы у меня так я вспоминаю. Такой образ такой. И там слова такие. Сейчас вспомню. Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. А, оставь имение, раздай, оставь имение свой, следуй за мной. Да, вот это. Прития о богатом сцене, который подошел к учителю. Да? Да, 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 да. Вот это. И я бродай имение свое. Раздай мучим. Да. Я четко понял, четко прям, вот у меня прям сразу это, что это мне непосредственно, и что я ничему не должен в жизни ничего иметь своего. То есть я должен все отдать, как бы, всего себя, а все грехи, мои страсти я должен отдать нищим, это бесам. То есть я прям так понял, и меня прям это вытащило, что бог со мной пообщался, как будто. То есть это было, я четко почувствовал, как бог мне сказал это. Следуй за мной. То есть вот такие слова. И все, я вышел. Тогда вылез. Хотя я не учил это место писания. Вот просто я его слышал когда-то на тот момент, и оно в нужный момент сыграло роль свою. А что будет, если когда человек хорошо знает писание, у него много, на памяти есть мест. Святой Дух может свободно действовать. Он может открывать, то есть высвечивать места писания. А когда нету никаких мест писания в голове, то ему высвечивать нечего. то есть он приходится действовать очень тяжело трудными путями. И ты не будешь веровать этому, самое главное. Тебе мысль-то придет, а ты не будешь знать, откуда она, поскольку она не будет у тебя проверено писанием. А когда у тебя мысль приходит и непосредственно с писания, то ты ее, что-то проверять-то. все понятно. Так, дальше читаем. У нас идет апостольское чтение. Так, нет, сейчас это апостольское это вот здесь. Галатам, 6 глава, 11 стих. Апостол Павел пишет, «Видите, как много написал я вам своей рукой». Немного поговорив, то есть толкование, немного поговорив в нравственном духе, он снова возвращается к прежнему, что тревожило его сердце и показывает, что сам собственноручно написал все это послание для того, чтобы только показать к ним любовь, но чтобы уничтожить злое подозрение, так как клеветали, что он проповедует одним одно, другим другое, поэтому он вынужден был дать письменные свидетельства своей проповеди. А прочие послания писали другие, сам же он подписывал только приветствие. Выражение же, как много указывает, как много указывает не на обширность, а на некрасивость письма, как бы говоря. Хотя я и не умею прекрасно писать, однако принужден был собственноручно писать это послание. Галатам, 6-12. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не мыть гонимыми за крест Христов. Толкование. Желающий, говорит, хвалиться по плоти, то есть у людей именно иудеев, ибо они порицали их как отступника практически к обычаю, принуждает вас обрезаться, оправдываясь перед иудеями через вашу плоть. А слово принуждает показал, что они неохотно переносят его и вместе с тем дает им побуждение к возвращению, как невольно заблуждившися. И по другой, говорит, причине он делает это, ибо чтобы не подвергнуться им преследованию и гонению из-за креста и веры, потому что они приступают ее и обрезываются, они желают другим и другим быть участникам обрезания. Галатам, 6-13. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Толкование. Не по человеку годию только, говорит он, но и по честолюбию делает это, ибо не по ревности к закону и не ради благочестия, говорит он, совершают они это, но и за честолюбие, дабы хвалиться в вашей плоти, то есть, чтобы похвалиться обрезанием вашей плоти, так как они якобы ваши учителя и имеют вас учениками. Галатам, 6-14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира. Те толкования говорят, говорит, пусть хвалится обрезанием, делом отмененным, но для меня да не будет другой похвалы, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, то есть веры в распятого, который крест отменил закон, отвращался от всего как непотребного, призвая даже на эту помощь Божию. В чем же стоит похвала о кресте? В том, что для меня недостойного был распят Господь, так возлюбивший меня, что предал даже самого себя. Итак, для Павла и для всякого верующего креста служит предметом похвалы, потому что в нем проявляется любовь к Господу к нам. И какой раб не хвалится любовью своего господина, миром называет житейские дела, слава богатству, удовольствие. Итак, они умерли для меня, и я мертв для них. Двойное умиршление. И они не могут увладеть Мое, так как мертвые, я сам прибегаю к ним, потому что мертв. Галатам 6 глава, 15-16 стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь, тем, которые поступают по всему правилу, миром и милость, и Израилю Божьим. Толкование. Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет никакой силы и бесполезно, как и не обрезание, ибо Христос все обновил и требует у нас новой жизни. Жизнь во Христе, новая тварь, потому что души ваши, обетшавшие грехов, теперь обновились крещением, и потому в будущем веке, обновившись телом и сделавшись нетленными, мы удостоимся нетленности, нетлений и славы. Итак, кто пребудет в этом правиле новой жизни по образу Христа, избегая обетшавшего и потерявшего силы в обрезании, тот достигнет мира с Богом, освободившись от грехов, которые делает Бога врагом нам, и удостоится человеколюбие, не подвергаясь уже ненависти, как враг Божий, но и достаиваясь милосердия, так как наступил для него мир Христом и благодатью. И таковые составляют Израиля в собственном смысле, как видящие Бога, а те, которые не таковы, хотя бы и были израильтянами по роду, ложно так называются. А это заимствовал Павелу Давида, который говорит «Мир на Израиле». Солома 24, пятая глава. Галатам 6, 17. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». Это говорит он не как утомленный и обезнадежный, да и как это возможно тому, который увещевает нас той вовремя и не вовремя, 2 Тимофея 4, 2, а и желание, чтобы данные им постановления были непоколебимы, и чтобы галаты не ждали от него ничего другого, но были убеждены, что он так проповедует. В оправдании говорит он против тех, которые говорят вам, что я лицемер и в других местах проповедую облизание. Я имею язвы на пасте ради Христа, ибо они сильнее всякой речи свидетельствуют, что я подвергся опасность не за закон, а за учение Христово. И не сказал, имею нож, не имею, а ношу, как некий трофей или царский знак Иголатам, 6 глава, 18 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. Этим пожеланием им показывает, что не гнев и ненависть все это высказал, и в этом заключается не только пожелание, но и наставление запечатлевающее все сказанное, ибо напоминает о благодати, которую они получили не через закон, а веры во Христа. И не сказал, с вами, а со духом вашим, удаляя их от телесного и показывая, что не от закона, а от благодати приняли духом, и что не закон и не обрезание, но благодать может сохранить в них духом, так же, как и сообщило его. А назвав их братьями, напомнил, что окупили, от которых мы становимся братьями, чадами единого Отца Бога, а не от закона. Да будет же и с нами благодать Божия, так чтобы нам жить по духу и греховной чистотой не утратить божественного освящения утешителя, но всегда примножать в себе он и во Христе Иисусе, Господе нашим, который вел жизнь новую и духовную, уничтожь ветхую и плотскую. Ему слава и во веки. Аминь. Так, ну вот, мы прочитали сегодняшнее чтение галатам. На апостола Павла клеветали, говорили, что он лицемерит, одним говорит обрезаться, якобы он проповедует обрезание, и здесь он галатам присылает вот письмо своей рукой, которую он написал, то есть не с его слов, а непосредственно. Здесь, где он объясняет ведь всю суть, то, что угут, а не кто на него клевещет, они вот чем отличались, то есть эти люди, они боялись, были там те, кто просто иудеи непосредственно клеветали, а были, видимо, и те, кто как христиане уже были, но не могли отойти от обрезания, то есть проповедовали, продолжали то, что должны соблюдать законы, и другие места писания апостола Павла таких обличает, говоря о том, что, ну вот, вот здесь, допустим, он даже сказал, что они боятся гонений, чтобы вот не быть гонимым за крест Христов, то есть, как бы делает и свои, и чужие, ну как бы и вашим, и нашим, как бы вот сегодня говорит, но политик, типа, хорошие политики, такие, знают, на рожон не лезут, знают, когда что сказать, чтобы и архиерею, и против власти не пойти, и как бы остаться в церкви, там, догматически ничего не сказать вредного, вот это такие вот профессионалы и тогда были, которые угождали нашим и вашим, и таких вот здесь обличает апостол Павел. С христианством это несовместимо никак, это невозможно просто-напросто, это лицемерие, и даже когда апостол Петр при иудеях не вкушал, а с язычниками себя по-другому вел, тогда апостол Павел восстал на него и сказал, что ты лицемеришь, и тот принял это, ну вот а некоторые толкователи говорят, что это было по договоренности с ними, это был сделан, они договорились между собой, чтобы вот тех, кто этим занимается, обличить, то есть вот так вот. Там апостол Павел прямо говорит апостолу Петру, он прямо его упрекнул в лицемерии, это не толкование, так написано в Писании. Нет, я говорю, что есть, говорю, толкование святых отцов, говорят, что у них была такая договоренность. толкование вот этого места, что они так договорились, чтобы вот тех людей, которые вот этим занимаются, так обличить. Но в Писании написано напрямую восстал, я восстал на Петра, он как-то написан, сейчас посмотрим. Там прямо говорится, что та же Павел и Варнава было влечено лицемерии, то есть это. То есть они как бы еще по плоти иудеи, не по духу иудеи, а по плоти поступали. Вот она в Галатом как раз таки 2.13. Вот вот читаем. Когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен лицемерием. когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты будучи иудеем живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждать жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа, мы уверовали продолжаем чтение. Так, и сейчас следующий у нас идет Матфея. 22 глава с 1 по 7 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов и сказав, Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено заколото и все готово, приходите на брачный пир. Но они пренегрегшие то пошли кто на поле своя, кто на торговлю свою, в протяжи схватив рабов его оскорбили и убили их. И услышав о всем царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и жег города их. И эта притча указывает на неверие иудеев, как и притча о винограднике. Но та означает смерть Христова, а сия брачную радость, ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующих, а здесь призываемые на брак призвели убийство. Человеку царю подавляется Бог, потому что является никаков он сам в себе, но каким приличным ему является для нас. Так, когда мы как человеки умираем, побеждаем и немощи человеческими, Бог является нам как человек. Когда же бываем как боги, Бог восстает в сонне богов. А если живем как звери, то и он бывает для нас как зверь и лев. Творит же брак сыну своему, сочетавая его со всякой благообразной душой, украшенной добрыми делами. Ибо жених Христос, а невеста церковь и чистая душа. Рабы, посланные вначале, это Моисея и бывшие за ним, которым не верили иудеи, но оскорбляли Бога в пустыне 40 лет и не восхотели принять слово Божие духовной радости. Потом посланы были иные рабы, пророки, но из них они убили, как Исаия, на других поругались, как над Еремией. Кое ввергли в тимный ров, а более умеренные отвергли посланников. И один ушел на свое поле, то есть уклонился в плот угодной и роскошной жизни, ибо поле каждого есть его тело, а другой на свою куплю, то есть жизни любостяжательной. Таким образом что удалившись от духовного брака, от общения и пиржества Христова удаляется по большей части по сим двум причинам, то есть или по склонности к удовольствиям телесным, или по страсти любостяжаниям. Обедом называется здесь то, что в другом месте вечерю. Вечер называется потому, что сей брак вполне открылся в последние времена, к вечеру или к концу веков, а обедом потому, что и в прежних веках открыто таинство, хотя не так ветхий и новый завет. Таким образом Господь призывает нас кушать благую пищу и ветхого и нового завета. Но знай, что и тот доставляет пищу, кто ясно истолковывает своим слушателем божественные слова, ибо научающиеся ясно действительно как бы подают хлеб и кормят им простых сердцем. Здесь спросишь, как переваливается звать уже званых, но знай, что каждый из нас призывается к добру по естеству своим разумом, этим возрожденным нам учителем. Но Бог посылает еще внешних учителей, дабы они призывали внешне тех, кои призваны внутренне посредством разума. Царь послал войско свое, то есть римлянам, и через них потребил неверных иудеев и сжег гратых Иерусалим, как повествует историк Иосиф. Комментарии Игнатих Тихоновича. Дивные истолкователи подготавливают нас к небесному пиршеству, чтобы мы знали, какая трапеза уготовлена вечности со Христом. Там будет все, согласно Священному Писанию, согласно Библии, книги, состоящие из Ветхого и Нового Завета. Вся Библия до единой буквы и черточки, божественной, дана от Бога. Все Священное Писание до единой строчки, глава и стиха, поет Аллилуйя, Создателю и Спасителю Иисусу Христу. Это чудная книга. Книг называется Словом Божиим, тем же именем, что и сам Иисус Христос. Иоанна 1.1 «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Библия дарует человеку жизнь, то есть Христа, и где нет Библии, Ветхого и Нового Завета, там нет жизни, нет Иисуса, распятого и воскресшего». Иоанна 5.39 «Исследуйте Писания, ибо вы думали через них иметь жизнь вечную, но они свидетельствуют о мне». Послание филиппийцам 1.2 «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Библия говорит о Христе, сначала в образах, а потом в истине. Об этом упитанном тельце, который стал для нас пищей, прочтите несколько раз медленно, внимательно, в Салом 118. «Всюду, где говорится слово твое, закон твой, уставы твои, повеления твои и другие названия Слова Божия, во всех этих местах мысленно может ставить Слово Библия». В 176 стихах этой 17-й кофизмы Слово Библия незримо, но ярко встречается 185 раз. «Святые отцы заповедуют читать этот псалом ежедневно, кроме воскресенья. Сегодня по благословению Патриарха и усерднему библейского общества выпущено отдельной книгой большим форматом салтыр на русском языке, 205 страниц. Ясно, с какой целью, чтобы могли читать и молиться по этой книге песен вместе с детьми воспевать Иисусу Асанну». Да, вот здесь толкователь нигде не делает предпочтения ни Новому Завету, ни Ветхому, но это все одно. Как в этой притче говорится, он обрачный пир, то есть заколотый. Заколот кто? Тельцы мои и откормлены. То есть Ветхий и Новый Завет. Такое значение этих слов. Сейчас очень распространено мнение среди сектантов, среди православных, что Ветхий Завет, он как бы не обязательно, достаточно иного Завета для спасения. Многие даже отвергают, и я в интернете часто с этим сталкиваюсь, приходится опровергать, писать людям, что Ветхий Завет так же важен, как и Новый, и что Христос ссылался на Ветхий Завет, апостолы ссылались на Ветхий Завет. Все это сказано о Ветхом Завете было ими, что и христиане все до того, как был канон составлен книг Нового Завета, пользовались Ветхим Заветом и из этого выводили себе все о Христе и принимали. То есть исследуйте Писание, это сказано об этом в Ветхом Завете. Конечно, сейчас добавился и Новый Завет, и уже полнота гораздо понятнее и открытие все. Ветхий Завет он нисколько не умолился. Вот я даже... Тут еще интересное в конце этого толкования пишется, если кто православный будет читать это толкование, он подумает, что это говорится именно об иудеях. Этим показывает Господь, что сия притча сказана была против иудеев, которые хотя были призваны, но как непослушные не избраны. То есть, поэтому многие думают, что евреи не обратятся. То есть, не избранные. То есть, какая-то часть их все равно спасется. А тут толкователь именно указывает больше на иудеев, чем на нас православных христиан. Ну вот, давайте сейчас дальше прочтем. Матфея 22, 8, 10. Тогда говорит он рабам своими, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы, те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Толкование. Так как первые рабы Моисей сотрудниками пророки не убедили иудеев, то посылает других рабов, апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинным пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутьям, ибо они и сами между собой были не согласны. И те худые учения, которыми учили, содержали не все равно, а одни так, другие иначе. Итак, вышедшие из Иерусалима к язычникам апостолов собрали всех и злых и добрых, то есть как людей исполнив всякого зла, так и менее порочных, которые называются добрыми по сравнению с другими. 14 стих, 11-14. Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Пришедшие на брак бывают безразличия, ибо все мы добрые и злые, призванные одной благодати. Но потом жизнь вошедших подлежит истязанию, великому истязанию, если по вступлению веру обрящимся оскверненными. Уже снемся же, помышляя, что если у кого нет жизни чистой, тому нисколько не пользуют одна вера, и тот не только отвергается от брака, но и посылается в огонь. Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облегся в одежду щедрот благости и бортолюбия? А много таких, которые, обольщаясь, четную надежду, думают получить царство небесное и, думая себе, много причисляют к лику возлежащих. Производя суд на одном недостойном, Господь показывает, во-первых, что он человеку любив, а потом, что мы никого не должны осуждать, хотя бы явно кто грешил, доколе согрешающий не обличиться судом. Слова Господа к слугам или карающим свяжить ему руки и ноги, научаясь, что мы можем действовать только в настоящем веке, а в будущем связываемся все деятельные силы души. Нельзя уже совершать чего-либо доброе вычищение грехов. Скрежет зубов означает бесполезное раскаяние на том свете. Бог призывает всех, но мало избранных, ибо мало спасаемых и достойных избрания Божьего. Призывание зависит от одного Бога, а быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что вся притча сказана была против иудеев, которые, хотя были призваны, но как непослушные, не избранные. Ну вот, то, что сказала Наталья, как раз я тут повесню. Здесь вот сказано именно в том смысле, что избрание-то идет от Бога, то есть, Господь избрал иудейский народ, но тот, кто отверг Христа, то есть, точнее, он избрал и позвал еврейский народ к этому. Но тот, кто отверг Христа, тот отверг свое избрание. То есть, соответственно, они не избраны сами. Но не избраны не потому, что их Босквот не избрал, а потому, что они отвергли это избрание. Потому что сказано, что всех позвал. Тем более, здесь сказано непосредственно, пойдите всех, вначале-то он позвал не всех, вначале, как там сказано, званым. То есть, званные, это именно иудеи. И, соответственно, тех, кто отвергли его, тех, собственно, свое звание, то они отвергли. Но это и к нам относят тоже толкователи. сказать сейчас, я только что хотела сказать, что это и к нам относятся. Вот мы же благовествуем, да, говорим Слово Божие, а люди не принимают, да? То есть, это тоже и к нам относятся, это же притча. Они не избраны, значит, эти люди, даже из язычников. То есть, того, чего лишены иудеи, мы сейчас это даром пользуемся. Этим всем благом священного Писания и толкования, и всего. Ну вот, сказано же, заколты, тельцы, то есть, это Ветхий Новый Завет. Позвали званых, они не пошли, и говорит, идите, и собирайте на дорогах, всех, кого, и злых, и добрых, это вот мы уже, язычники. То есть, вот это в этой притче непосредственно о нас говорится. Кого только нашли. И вот мы сейчас, когда благовествуем, этим и занимаемся. То есть, нас позвали, и мы зовем еще с собой людей на брачный пир. И злых, и добрых, и всех. А уж, какие мы окажемся, в итоге, откроется на страшном суде. Кто в какой брачной одежде. Брачная одежда, это добрые дела. И вера. Здесь понятно все, мне кажется. Поехали дальше. Чтение 2. 2 Коринфянам, 1 глава, 21 по 22 стих. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлен нас, запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Сказав выше, что Бог исполнит обетование, теперь подтверждает это. То говорит, что и вы, и я, учитель ваш, твердо стоим в вере, во Христа. Дал Бог, который помазал нас, и впечатлел, то есть сделал пророками и царями священниками. Ибо таков всяких крещеный, он пророк, как видящий то, чего не видел глаз и не слышал уха. Он священник, как долженствующий приносить себя в жертву живую, святую и благоводную Богу. Он царь, как сын царя Бога и наследник будущего царствия. И как ныне царствующий над неуместными помыслами и поставленный выше всего мира. Как в древности священники и цари помазались елеем, так ныне мы помазаны духом, когда Бог дал залог духа в сердца наше. Если же дал залог, то, конечно, даст все, а залогом называет подаваемое нам ныне дарование духа, ибо разумеем отчасти и пророчествуем отчасти, а совершенное получим тогда, когда явится Христос в славе своей. Итак, не думайте, что мы обещаем, чтобы нам не показаться лжецами, ибо не мы утверждаем вас, но Бог, и так далее. Продолжение следует... 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 Так, я правильно читаю? Если же залог, конечно, да, то залог вызывает по... Да. Второе конец в 1.23. Бога призываю вы свидетельство на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Карин. Полкование. Выше сказал, что не пришел к ним, потому что не имеет власти над собой и не был допущен духом. Как же теперь говорить, что не пришел, щадя их? Потому что или это самое случилось по воле духа, то есть дух внушил ему мысль не ходить, чтобы пощадить их, или сначала воспрещал ему дух, а потом и он и сам рассудив, что это лучше остался. Заметь мудрость апостола. Тогда, как говорили, ты потому не пришел, что, кажется, возненавидел нас, то утверждает противное. Я потому не пришел, что сижу у вас. Так, говорит, потому что некоторые между ними были согрешившие и не покаявшиеся, которых он наказал бы, если бы пришедший нашел их неисправивающимся. Итак, остался, чтобы прийти уже тогда, когда исправится, и не иметь повода к наказанию. Как мудро он поступал-то. 2 Коринфел 1.24 Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы спосшествуем радости вашей, ибо верою вы твердые. Так, как сказанное отзывалось властью, ибо щадить других может тот, кто имеет власть, наказать их. То смягчает жесткость речи. Не потому, говорит, сказал я, что сижу у вас, что хотел бы властвовать над вашей верой, ибо вера, дело, произволение, никого не понуждает к вере против воли. Но, почитая вашу радость своей радостью, я не пришел для того, чтобы не вергнуть вас в печаль и не опечалиться самому, ибо я все делал для вашей радости и остался для того, чтобы только угрозой исправить согрешивших и вам не причинить никакой скорби. С кротостью беседует с ними, так как в первом послании довольно же поразил их. Слова его значат следующие. Что касается веры, то вы в ней стоите, и я не имел причины жаловаться на вас. Но, впрочем, вы поколебались, и если бы не исправились, и я восстал бы на вас, то и вас опечалил бы, и себе причинил печаль. Ну, здесь есть кому-то, что добавить по этим местам писания? Продолжаем. Немножко еще осталось. 2 Коринфянам 2.1 Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Толкование. Слово «опять» показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, не сказал явно, вы и прежде огорчили меня. Но, другим образом, я не пришел для того, чтобы опять не огорчить вас. Что, впрочем, имеет одну и ту же силу, ибо он потому опечалил их упреками, что они опечали его грехами. Но для них было удобово-носимее. Как бы это услышать для них это так легче. 2 Коринфянам 2.2 То есть, видите, как он подбирает слова. То есть, он знает, как надо сказать. Ибо если я огорчу вас, огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Хотя я огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием на вас. Но благодаря этому и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, что мое негодование и упреки производят вас скорбь. Ибо никто так не радует меня, как скорбящий, так привидим его негодование. И это показывает, что он не презирает меня. Он радует меня, потому что таким образом подает надежду на свое исправление. То есть, его радует, что от его слов скольбит человек. То есть, он, значит, относится к его словам серьезно. Второй по третий стих. Это самое писал я вам, да вы придя, не имейте огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Толкование. Он им как бы говорит, но любовь эту показывает, говорит, что у нас связь между вами. Что если вы согрешаете, то я огорчаюсь. А если я огорчаюсь, то и вы огорчаетесь. Смотря на него-то. То есть, видите, какую любовь показывает. Какое должно быть сплочение у нас. Вот мы с другом общаться, и мы не бояться, должны друга огорчить. И поэтому не согрешать. И так же с Богом такие же отношения. То есть, страх, нисколько его наказания, хотя и он должен быть обязательно. Это страх, потому что он удерживает. Но и страх его огорчить, Бога нашего. Потому что мы, если мы его огорчим, то мы сами от этого огорчимся, конечно же. И верующие все. Они вот почему и огорчаются, и плачут о своих грехах. Потому что они огорчают Бога наш, который нас любит и который умер за нас. Воплотился. Второе Коринфянам 2.4. Последняя глава, которая сегодня в чтениях. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Поскольку сказал выше, что он радуется, когда они скорбят, то что бы ни сказали, ты потому стараешься печать нас, чтобы самому радоваться, объясняет, что он весьма сам скорбит. Скорбит боль, ниже сами согрешающие. Не от скорби только, но от великой скорби. И не слезами только, но со многими слезами написал я. То есть печаль, сжимая и стесняясь сердца мое, подавлял его. И потом писал я. Подобно отцу одновременно, врачу, который, производя над сыном сечение и прижигание, вдвойне скорбит. И от того, что сын болен, и от того, что сам должен подвергать его сечению, но с другой стороны, радуется от того, что надеется на выздоровление сына. Так, говорит и я, оскорбляя вас согрешающих, скорблю, но с другой стороны, радуюсь, когда вы скорбите, ибо имею надежду на ваше исправление. Не чтобы огорчить вас, следовало бы сказать, но чтобы исправить. А Родако не говорит всего, а услаждает речь, желая привлечь их уверенем, что он любит их более, нежели других учеников, и что если огорчает их, огорчает по любви, а не по гневу. Ибо так, ибо то знак величайшей любви, что я скорблю о ваших согрешениях, и спешу делать вам выговоры, и тем огорчать вас. Если бы я не любил вас, то оставил бы вас без врачевания. Вот здесь мы видим, как он делает. И многие ропщат на Игнатия Тихоновича за то, что он там обличает, и обличает бывает и жестко, очень, и скорбят из-за этого люди, и тяжело даже. Но здесь мы видим, что апостол Павел именно так и поступал. Вот Игнатий Тихонович на самом деле ничего не делает сам от себя. Вот сколько я не изучаю его, не смотрю, все время нахожу обоснования в Писании, всех его действий, в преданиях тоже. И так и мы должны, если кого-то и обличить, то мы должны его полюбить. То есть мы должны реально хотеть его исправления внутри, чтобы подмена у нас не произошла, чтобы мы не стали просто говорящими головами, которые говорят другим только об их недостатках, а сами не скорбим об этом о них, не молимся о них, чтобы они исправились. Такой толку никакого нет, только вред себе наносишь. Надо и обличать, и говорить, но с любовью. А с любовью это значит, ты о нем молиться должен, об этом человеке, и реально желать его исправления. И реально то, что он согрешает, должно вызывать скорбь в тебе. И когда говоришь, должна быть надежда на исправление человека. Вот как и апостол Павел здесь показал. Еще он подбирал ведь слова как. То есть он не просто, он сказал, то есть он подбирал слова. Но в то же время и не лукавил нигде. И вот это вот эта мудрость, надо изучать Писание, молиться, чтобы Господь открывал, что и как и когда сказать. Потому что мало сказать, а важно еще вовремя сказать. То есть своевременность. Это как вот, ну и в спорте так, там не знаю, в боксе в любом. Можно это по мешку хорошо научиться долбить. Бить по мешку. Но в реальности, в реальности, только вовремя, когда ты можешь сделать удар, тогда только достигнет он цели. Именно вовремя, своевременно. А если просто тут махать, ничего это не будет. Никакого толку от этого не будет. Ну, братья, есть что добавить? Сейчас в 19.00, насколько я знаю, у Никиты занятие будет. Да, будут. Да, поэтому мы сейчас, чтобы передохнули, тогда, если у кого-то нет, мне нечего сказать, помолимся и отойдем. На 10 минут. Насчет Игнатия Тихоновича. У меня тоже такая же ассоциация прошла, когда ты стал вот это зачитывать. Прямо четко представил себе Игнатий Тихоновича. Да-да-да, это о нем. В точности прям. Прямо четко представил себе Игнатий Тихоновича. Продолжение следует... Продолжение следует...